1 сентября у нас неожиданный праздник ну куда ни глянь все время праздники и здесь праздник день знаний дети идут в школу студенты идут вузы праздник начало учебного года в какие-то незапамятные времена это было вообще начало года 1 сентября но не думаю что для тех кто приходит в школу или вуз с этого момента начинается праздничная жизнь другая жизнь начинается праздничная навряд ли а связано это с тем что и вузовское образование и школьное образование у нас разрушена до основания разрушена некомпетентными и просто глупыми тупыми людьми смотрите на лица нынешних руководителей образования у нас теперь два министра министр просвещения и министр высшего образования и науки эти люди никогда не занимались наукой эти люди абсолютно далеки от образования от просвещения они никогда не руководили конкретными образовательными учреждениями у них нет никакого опыта и никакого желания разумно организовать деятельность и поэтому в этом году вот в этот день обнаружилось точнее немножко раньше но в этот день реализовалась обстоятельства которые требуют называть 1 сентября днем дебила потому что дебилы руководят образованием и образовалась таким образом глупость с одной стороны в вузах недобор а с другой стороны те кто неплохо сдал егэ не поступили никуда ну для многих это жизненная трагедия потому что их призывают в армию и вряд ли они потом куда-либо поступят с багажом армейской службы потому что там тоже дебилы заправляют потому что кроме отупления и жизни в полутюремном состоянии это не означает ничего и в целом можно сказать надо отмечать как-то вот этот день дебила потому что идиоты захватили власть они только подлецы но и просто тупицы не учи это проявляется постоянно и везде хоть там в системе образования хоть системе здравоохранения во всех сферах жизни мы встречаемся с чиновниками тупицами до самого верхнего уровня и даже хуже ситуация чем выше должность тем тупее этот субъект просто отбор идет именно так послушных и тупых а кто же распоряжается всем этим да никто не распоряжается просто в какой-то момент надо отдать приказ чтобы мобилизовать массовку на участие в выборах вот они сейчас эту массовку им будут мобилизовать чтобы в очередной раз фальсифицировать выборы фальсификация она ведь состоит не только в том что подделываются протоколы или вбрасываются пачки фальшивых бюллетеней для голосования ну и вмешательство головы в голосование чиновников которые побуждают учителей врачей а через них еще и родителей там сотрудников фирм работающих жкх и так далее голосовать определенным образом по крайней мере приходить на избирательные участки уж точно еще есть практика приносить фотографию своего бюллетеня как ты его запомнил чтобы отчитаться перед начальством она отчиталась перед вышестоящим начальством все это не требует никакого интеллекта требует только подлости ну а интеллект он только мешается здесь потому что интеллект сопряжен с нравственным потенциалом без этого интеллект не развивается поэтому отбирают тупиц вот например тупица собянин изменил порядок предоставление документов поверочных документов на счетчики воды электричества не знаю но право проводу точно изменил и теперь конкуренция так тоже будет документы поверки подавать в какой-то федеральный фонд информ федеральный информационный фонд с названием аршин где этот фонд кто его знает ну как в сети свободно можно войти я зашел посмотрел там ничего понять нельзя там какие-то газпромы роснефти и мы сиры и там эти эти документы куда-то надо я не знаю сканы куда-то отправить какое-то заявление написать в общем чушь собачья а при этом бумажки которые приходят почтовый ящик бросают там написано что фирма которая поверку провела она и должна отправить а как я могу побудить эту фирму отправить они как вот с нее с нее должны спрашивать что она должна проводить поверку то есть это не моя забота как гражданина проводить поверку они должны проявлять инициативу хорошо я должен ответить на эту инициативу я должен позвонить пригласить в определенный день и а дальше уже не моя забота оказывается моя забота потому что вот эта фирма не хочет управляющая компания не хочет отправлять эти данные говорит вы сами отправляйте потому что них тоже нет специалистов они не могут разобраться куда вносить эти данные поэтому говорят вы сами вы сами вот вам собянинская тупость другая тупость вот я сталкиваюсь с тупостью здесь вот воробьевских чиновников в подмосковье которые два года уже почти но полтора там больше уже ближе к двум годам никак не могут разрешить простейший вопрос заставить человека который захватил часть общественной земли огородил забором и сузил проезд по нашей деревне снести этот забор и они все время почему-то не попадают вот есть там кадастровый номер его участка они почему-то пишут ответы на все наши запросы обозначая кадастровый номер нашего участка или в другую сторону соседнего участка но никак не попадают мы им пишем они нам же отвечают что вот этот участок земли захвачен вашим от вашего участка выдвинут но постоянная эти ошибки они вообще не читают получать что они читают текст они не понимают что написано они не смотрят на карту они не вникают то что написано человеческих слов они не понимают абсолютной тупицы к ним обращаться невозможно они элементарный вопрос не могут решить при этом ну скажем вот газовое хозяйство мособлгаз они решили вопрос там тоже с незаконной постройкой прямо на газовом на газовой трубе там человек возвел себе такой надолб чтобы около его забора не ставили машины вот этот надо снесли до молодцы довольно быстро решили всего-то со второго раза а эти ну это уже наверное раз пять в разные инстанции направлялась ну абсолютно невозможно и когда им звонишь туда в их администрацию они не говорят хорошо мы решим этот вопрос извините за ошибку они говорят вот вам телефон позвоните другому чиновнику дождите выезд в соседнем кабинете с ним работаете ну хорошо на соседнем этаже вы что сами не можете разрешить вопрос нет они не могут разрешить они сами ошибаются сами морочат себе голову потом нам голову ничего не двигается вообще красногорском районе подмосковье тупость чиновников собрежена с беспредельной наглостью воровство здесь масштабнейшие торговли землей она уже давным-давно поставлена на поток здесь миллиардные состояния образовались ну вот сейчас у клинского чиновника тоже глава района всего-то изъяли на 10 миллиардов собственности и наличкой там 4 миллиард наличкой или 10 миллиардов наличкой что-то в общем фантастическое сейчас не припомню и тут ошибка в 10 раз не будет серьезной потому что может быть и так может быть и так глава клинского района вот с таким багажом там 1700 объектов собственности вот наличка это бог знает что то есть миллиардные состояния составляются вот таким путем чиновники считают это нормой красногорском районе здесь варьё можно сказать потомственная из одного поколения чиновников в другое поколение чиновников ничего не делают всем портят жизнь если где можно поживиться тут же начинают выгрызать никогда никого помощи не как суд красногорский точно такой же я думаю что это не единственное место это тиражируется всюду вот все подмосковье не знаю наверно других областях тоже вот такие же тупицы и вора сидят у власти и занимаются вот этой ерундой и в день дебила 1 сентября я думаю что стоит напоминать об этом что нами правят тупицы тупицы и неучи которые ничего не знают ничего не понимают ни в одном вопросе не разбираются и именно поэтому их назначают на высокие должности они должны руководить потому что иначе управлять главный тупица не может тупой еще тупее вот эта игра то есть тупицы назначают на должности еще более тупых и когда смотришь на тупицу лаврова я не знаю кто решил что он умный наверное потому что смотрят и оценивают его тоже люди невысокого интеллекта и они считают что если он ничего не говорит наверное умный как помолчи за умного сойдешь но тут он брякнул брякнул по поводу того что те кто сейчас критикует сталина те значит выступают против против государства за пересмотр итогов второй мировой войны он совсем псих ну тут отметился псих и преступник все как-то одновременно поскольку он псих то как его судить как преступника если над ним еще и стоит дебил то вот такая такой треугольник преступление связано с тем что запрещенная террористическая организация в россию приглашается ее руководители или там представители и прямо в миде лавров с ними встречается ручкается и что-то там обсуждает что тогда стоят все эти решения о признании какой-то организации террористической завтра и гил будет в кремле сидеть будет принять с ним будут обсуждать с этими террористами будут что-то обсуждать или там скадыров у нас вообще просто назначенный назначенный террорист глава банды самой настоящей банды целого слоя бандитов которые вырастили в чечне они теперь по всей стране болтаются все легализовали свой бизнес все прошли амнистии которые им щедро предоставляли тоже по сигналу из кремля государственная дума беспрерывно голосовала об амнистиях для участников вот этого вооруженного конфликта где не щадили наших солдат и офицеров их то сажали и надолго если не навсегда если кто-то и выходил то со сломанной психикой или со сломанным здоровьем ненадолго его хватало а этих отпускали просто пачками пачками этих бандитов отпускали это считалось видимо умной политикой нет это не умная политика это политика который ведет гибели государства по сути дела она уже погибла если под руководством ельцина еще прощупывалась государственность какая-то еще остаточная государственность то сегодня ее нет вообще страна не управляется и различные кланы ведут между собой борьбу за контроль над собственностью денежными потоками и над мозгами граждан чтобы они особо не дергались по поводу того что у них больше нет никакого права не то что правового государства вообще никакого государства наша забота конечно состоит в том чтобы тупиц преступников дебилов выгнать из власти полностью и утвердить русскую национальную власть за русскую власть слава руси господи спаси а